Изумрудные деревца туи западной сорта «Смаракт» нынешней осенью получили прописку во дворе дома номер 5 по улице Лучистой в Гребневе. В этом году здесь завершилось благоустройство территории. Посадка деревьев в рамках ежегодной губернаторской акции «Наш лес, посади свое дерево» стала его финальным аккордом. Десять туй, которые будут радовать глаз наших жителей. Они красивые, они можжевельники, хвойные деревья, да и меньше листов при уборке дворовой территории. И они полезные, их свойства знают во всем мире. Посадка деревьев – занятие не из легких. Особенно трудно копать лунки в утрамбованном и каменистом грунте в черте многоэтажной застройки. «Могу сказать, что это не первое дерево, которое я посадил на территории городского округа Щелково, но всегда с удовольствием. Потом прохожу по улицам, паркам, где эту акцию мы проводили вместе с коллегами». Стройные ряды туй высотой около 130 сантиметров, но довольно быстро деревья примутся в рост и станут выше втрое. Есть у этого вида и другие декоративные свойства. «Садоводы любят именно потому, что она не дает никаких шишек. Она остается всегда вот такая красивая зеленая декоративная круглый год». К посадке деревьев присоединились сотрудники отдела экологии администрации, работники спортклуба Гребнева и местного Дома культуры, управляющие компанией службы ЖКХ. Еще 10 туй украсили территорию домов деревни Богослова на территории, свободной от подземных коммуникаций. «Хотели в другом месте, но мы посадили вот здесь, туй. И жителям было красиво, и удобно». «Сразу вид, не то что трава. Лет через 15-20 тут будет красивая аллея». Павшим за Отечество жители деревни Оксинино приложили свои усилия и создали вот такой замечательный парк на фоне этого памятника. Сюда они будут приходить 9 мая, 22 июня, чтобы вспомнить местных героев, которые ушли на Великую Отечественную войну. И вот эти липы – это и гордость, и слава местной деревне. «Даже не верится, что когда-нибудь это дерево, ой, большое, переживет меня, и мои внуки приедут и увидят здесь такой красивый липовый парк». «Это место выбрано не случайно. Оно связано с памятью о наших предках, которые защищали нашу Великую Родину». Туи, клёны, липы. В выборе растений организаторы акции «Наш лес» прислушиваются к мнению жителей. «Деревья выбираются, конечно, с учётом мнения жителей. В первую очередь предпочтительно идёт липа, либо клён, который приживается хорошо на городской территории». Акция «Наш лес», старт которой в 2014 году дал губернатор Андрей Воробьёв, продолжается, пусть не так масштабно из-за пандемии, но с приподнятым настроением. Говорят, деревья от этого только лучше приживаются. Михаил Налётов, Александр Оржевский. Щёлковское телевидение.